Сегодня в Тюменской области начали поздравлять работников леса, хотя по традиции праздник отмечают в третье воскресенье сентября. В этом году он выпадает на 18 число, но тюменцы уже подводят итоги прошедшего года. Для этого они собрались в Сосновом Бару, что символично для профессии. На прямой связи со студией из леса наш корреспондент Екатерина Кальченко. Кать, привет! Как лесники проведут праздник и что успели сделать за прошедший год? Аня, привет! К примеру, активно реализует проект по поставкам льготной древесины для пострадавших от паводка и шинцев. Для этого лесникам придется заготовить около 3000 кубометров леса для более 100 домовладельцев. Заготовками занимаются специалисты Тюменской авиабазы. В этом году провели несколько конкурсов. К примеру, сегодня подводят итоги конкурса «Сохраним лесное наследие Тюмени». Они сегодня назовут лучшего лесопользователя, лучшего деревообрабатывающего предприятия, лучшего студента лесного направления и не только. Но сегодня как раз еще и начались новые соревнования на лучшее лесничество. Конкурс состоит из пяти этапов. Участникам предстоит разжечь костер, потушить условный пожар, изготовить деляночный столб. И не только, но рядом со мной сейчас находится директор Тюменской авиабазы Александр Сергеевич Зыков. Александр Сергеевич, скажите, что уже успели реализовать за этот год? Какие, может быть, заслуги есть и что-то, может быть, осталось в планах? На сегодняшний момент нашей основной заслугой, я считаю, это количество и площадь лесных пожаров, которые были в течение пожароопасного периода на территории Юго-Тюменской области. Очень хорошие показатели на сегодняшний момент, благодаря тому, что мы оперативно реагировали на сообщения, большинство пожаров лесных было потушено в первый день. Площадь, пройденная лесными пожарами, на сегодняшний момент минимальна, если мы сравниваем по Уральскому федеральному округу. За это хочется сказать огромное спасибо не только сотрудникам ГБУ Тюменской авиабазы, департаменту лесного комплекса, государственному казенному учреждению Тюмень-Лес, но и всем органам исполнительной власти. Нас очень серьезно с точки зрения профилактики поддерживали в этом году муниципалитеты. Мы работали в тесном контакте. В каждом муниципалитете были организованы штабы и благодаря оперативному реагированию, благодаря сплоченности органов исполнительной власти мы получили в этом году очень хороший результат с точки зрения статистики по лесным пожарам. Ну а что в планах еще? На сегодняшний момент силами государственного бюджетного учреждения Тюменская авиабаза, как вы правильно сказали, реализуется проект по поставке льготной древесины для подтопленцев в городе Ишим. Это более 3000 кубов. Фактически мы планируем закончить эту поставку до декабря месяца. Кроме этого, значит, в настоящее время по поручению правительства и департамента Тюменской области мы осуществляем отводы в интересах жителей Вагайского района, села Тукус. Вы знаете, там было крупное наводнение, мы помогаем с дровяной древесиной. Спасибо большое. Ну а я добавлю, что конкурс на лучшее лесничество, который уже идет, в нем участвуют 22 команды из каждого района Юго-Тюменской области. Ну а кто победит, мы расскажем все подробности в следующих выпусках. Аня. Спасибо. На связи со студией была моя коллега Екатерина Кальченко. Сегодня в Тюменском районе поздравляют лесников. Ждем подробностей у ближайших выпусков.